Добрый вечер! В эфире Вести Крачево-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Ближайшие месяцы в Черкесске заменят более 400 метров магистральных теплосетей, которые были уложены в городе в 80-х годах прошлого века. В настоящее время работы ведутся по улице Красноармейской о реализации планов и в ближайших перспективах ресурсоснабжающей компании в репортаже нашего корреспондента Артура Мхце. Осенне-зимний отопительный сезон пройден, а значит самое время заняться обновлением ветких коммуникаций. Комфорт населения в следующий период холодов как раз и зависит от того, насколько эффективно будет использовано тёплое время года. Сейчас в Черкесске начались работы по замене тепловых сетей, общая протяжённость которых составляет порядка 420 метров. Этот участок от улицы Комсомольская до Первомайская, 27 по улице Красноармейской, а также у нас планируется с 23 числа ведение работ по улице Леонова и Грибоедова. Это от улицы Октябрьской до улицы Грибоедова по улице Леонова. Там теплотрасса диаметром 273 миллиметров, общая протяжённость 127 метров. А также по улице Грибоедова от улицы Леонова в сторону 25А многоквартирного жилого дома. Там уже 97 метров, теплотрасса 325 миллиметров. Ремонтные работы по улицам Леонова и Грибоедова начнутся несколько позже. В настоящее время по Красноармейской строители удалили из-под земли около 200 погонных метров старых труб, которые укладывали здесь ещё в 80-х годах прошлого века. Затем на их место были помещены новые из более прочного материала. Ещё бы сами граждане понимали важность проводимых работ и не оставляли свой транспорт в непосредственной близости от вырытых участков и строительной техники. А так нередко коммунальным службам постоянно приходится быть в значительной степени аккуратными и в меньшей оперативными. На данном участке вообще введено полное ограничение движения транспортных средств. Но учитывая сложившуюся ситуацию, нет возможности такое прямо ограничить полностью движение, потому что кто-то приезжает рано на работу, утром машины оставляют, остаются без присмотра. В такой обстановке справляемся сейчас работать. Но когда начнутся работы с применением грузоподъёмных механизмов, конечно, нужно быть более аккуратным. Как говорят в ресурсоснабжающей организации, для замены трёх участков теплотрассы понадобится более 800 метров трубы. Тепло само по себе не приходит в каждый дом. Для этого требуется немало времени и усилий. Специалисты просят горожан отнестись с пониманием к создаваемым неудобствам. Артур Махцера, Сулбердиев, Али Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия. Сотрудники отдела внутренних дел по Карачао-Черкесии озеленили республику. Полицейские общественники, ветераны, представители муниципальных органов власти и подшефные полицейские классы приняли участие в высадке 116 елей во всех районах Карачао-Черкесии. В республике прошло два крупных мероприятия по высадке деревьев, которые приурочили к акции «Сад памяти». Возглавил мероприятие министр внутренних дел Олег Мальцев. Полицейские с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях. Все понимают, что озеленение родного края во многом зависит от каждого из нас. Эта экологическая акция прежде всего направлена на воспитание подрастающего поколения, которому Министерство внутренних дел придает большое значение. И в год 77-летия победы высадка аллеи из хвойных деревьев обретает символический смысл, отметил глава ведомства Олег Мальцев. В свою очередь муниципалитеты, городов и районов, сотрудники полиции, где высажены деревья, взяли на себя обязательства по уходу и поливам. Сегодня в парламенте прошел круглый стол на тему «Мы, будущие избиратели», организованной избирательной комиссией и аппаратом Народного собрания Республики для школьников старших классов. Члены избиркома и депутаты парламента рассказали учащимся о том, что такой избирательный процесс, как проходят выборы в законодательные органы Российской Федерации и нашего субъекта, как в образовательных учреждениях организовывают школьные и студенческие референдумы, выборы, ответили на вопросы ребят. Десятиклассников, в свою очередь, интересовало многое. Как депутаты отстаивают интересы избирателей, какие функции выполняет парламентский корпус и аппарат, как устроено Народное собрание Республики, каковы полномочия депутатов. Для школьников организовали экскурсию по законодательному органу, а в Большом зале заседания они поучаствовали в викторине, которые провели члены избиркома. Продолжилась экскурсия в избирательной комиссии, где прошла встреча ребят с председателем Ларисой Абазалиевой. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаеве-Черкисе выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 973 человека. Из них 44 769 выздоровели, 18 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, гроза, ночью в горах со снегом, местами туман. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 3-8, в горах минус 3 плюс 2, а днем 11-16 выше нуля, и местами плюс 2-7. В Черкесии кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 6-8, а днем 13-15 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Сегодня 100 лет пионерии. 19 мая 1922 года на второй всероссийской конференции комсомола было принято решение создать одно из самых массовых движений подростков, пионерские дружины и отряды. Несмотря что прошел уже целый век с момента создания организации, День пионерии продолжают отмечать и сегодня. До сих пор ряды пионеров пополняют бывшие октябряты. Свои пионерские годы вспомнила и Фатима Даурова. Далекий 22-й год. Это было самое начало, когда в юной советской стране впервые зазвучало «Взвейтесь кострами синей ночи». Мы, пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионера «Всегда будь готов!» Пионерская дружина выстроена в ряд. Знаменосцы торжественно вносят красное знамя организации. Линейку, посвященную 100-летию Всесоюзной пионерской организации, открывает первый секретарь Зеленчукского райкома КПРФ Роза Чучаева. Она рассказала будущим пионерам, как зарождалось всесоюзное движение, историю возникновения алого галстука, главного символа пионерии, и поведала о подвигах юноармейцев в годы Великой Отечественной войны. «Всегда готов оказался вовсе не пафосными пустыми словами. Когда на родину навалилась беда, они вправду оказались готовыми ко всему. Навеки золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечественной войны имена героев, пионеров, героев Советского Союза. Зины Портновой, Лёни Голикова, Вали Котик, Марата Козей». Ход линейки разбавила приятная миссия – награждение памятными медалями КПРФ во знаменование «Столете СССР», благодарственными письмами парламента России и Карачаева-Черкесии за большой вклад в дело патриотического воспитания представителей школьных коллективов и отдела образования района. Среди них и Людмила Калиниченко, которая более 50 лет, в статусе старшей пионервожатой, принимает октябрят пионеры. «Мы не прекращали действовать, и я рада, как бы нас не штормило, и что бы ни было, вот всё, я рада, что моё дело не пропало. Пионерия продолжается и будет продолжаться, потому что всё в стране прекрасное называется красное. Вот красные галстучки. Я вообще не представляю другого галстучка у пионеров». Для октября Дзеленчукского района принятие в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина – особое событие. К нему готовились тщательно, подтянули успеваемость, выучили клятвы пионера и уже чётко осознают, каким он должен быть. Всем помогать и служить России и быть ответственным. Я готов носить галстук каждый день. Очень рад, вдохновляет. Я хочу стать пионером. А что для тебя значит красный галстук? Красный галстук – это символ СССР. Очень рад, что я буду носить галстук. Что для тебя значит стать пионером? Честь. Для меня это честь стать пионером. И вот апогей праздника – торжественное завязывание красных галстуков в знак вступления в самую массовую авторитетную детскую организацию в мире. 330 октябрят разом стали пионерами. Пионер готов? Пионер готов. Всегда готов. Всегда. Вот правильно. А как вы вспоминаете свою пионерскую область? Вспоминаю, да. Я, кстати говоря, вступал в пионеры, когда жил на Украине сейчас. Это было торжественно, приятно. Наши все дети многих национальностей тогда выходили специально, и наши старшие товарищи также вот так нам повязывали галстук. Это было настолько приятно. Мы не хотели его снимать, потому что считали это частью нашего знамени, знамени Победы. Да такой был уровень патриотизма. В этом году 13 учащихся школ Зеленчукского района будут представлять нашу республику на торжественном построении пионерской организации в сердце нашей Родины, на Красной площади в Москве. Фатима Даурова, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Начиная с 16 и по 22 мая в течение Всероссийской недели родительской компетентности проходит серия вебинаров, лекций и мастер-классов, которые проводят 105 организаций, участников реализации мероприятия по оказанию услуг психолога, педагогической, методической и консультационной помощи родительскому сообществу, федерального проекта, современная школа, национального проекта образования. Работу над этим проектом в нашей республике осуществляет профессиональная команда специалистов из регионального консультационного центра образования номер 11 Черкеска. Альбина Ланкова продолжит тему. Всероссийская неделя родительской компетентности расписана поминутно. Консультации проводят как очно, так и заочно. Результат работы ориентирован на успех. Это удается, так как деятельность специалистов регионального консультационного центра образования осуществляется в непрерывном повышении профессионального мастерства. На нашем, соответственно, вебинаре принимали участие не только представители Карачаева Черкесии. Нам было очень это приятно, потому что теперь знает вся Российская Федерация о работе нашего консультационного центра. К нам могут обратиться не только жители Карачаева Черкесии, но и всей Российской Федерации. Кроме того, что на наши вебинары подключались родители, подключались и специалисты. Мы также подключаемся к вебинарам, которые проводят специалисты в других регионах. Центр образования «Одиннадцать», продолжая работу по оказанию психолога педагогической помощи в реализации федерального национального проекта «Современная школа», дают консультации родителям не только индивидуально, как это было ранее, но и коллективно. Это групповые тренинги, вебинары и круглые столы. Рассматриваемые темы в неделе родительской компетентности разные – от детских страхов до правильной организации летнего отдыха. Не переживаешь и полностью доверяешь коллективу, профессиональному коллективу, который обучит и подготовит. К сожалению, на все это иногда у родителей, большинства родителей не хватает времени, средств и много-много чего. А профессиональные педагоги, которые здесь работают, они могут в этом большую помощь оказать. За что огромное спасибо. В текущем году в рамках национального проекта образования специалисты регионального консультационного центра образования «Одиннадцать» дали более трех с половиной тысяч консультаций по всей республике. Мы посетили Сахабецкий район и Ужигутинский район. Там мы посетили как детские сады, так и школы. То есть мы видим, что мы охватываем разный контингент наших родителей. Также мы работаем соответственно и с теми, кто хочет взять на воспитание детей, будущих родителей. Мы работаем соответственно с опекунами. Количество предоставляемых услуг специалистами центра образования «Одиннадцать» теперь не ограничено. Ранее оказывали помощь всего лишь пять раз бесплатно. Когда мы начали проводить вебинары, мы думали, что родители не будут заинтересованы в групповых работах. Думали, будут стесняться. Оказывается, это родители сближают и объединяют. Они видят, что эта проблема не только у него одного, у этого родителя. Сообща вместе с нашим специалистом, они решают проблемы. Вы можете посмотреть, выйти на наш сайт, где все указаны вебинары, которые проходили до этого соответственно, намечены в будущем. У нас существует программа, которая разработана до конца этого года. И можете записаться на любой из наших вебинаров и получить сертификат как участник данного вебинара. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия. Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова